Социальные сети наполнены информацией о том, что для прохождения военной службы в рамках объявленной третьей волны мобилизации молодых ребят забирают в военкоматы буквально с улиц. Военные классифицируют подобные заявления как слухи и безоговорочно отрицают их. Никто людей с автобусов, с кинотеатров, никто никого не забирает. Завдание військового комиссариата – это оповещение торпезов військовозабовязанных. Каждый військовозабовязанный должен выполнить свой конституционный долг перед краиной, появиться по данной повестке військовый комиссариат. И, соответственно, в районном військовом комиссариате будет выяснено, куда будут призваны військовозабовязанные, в какую військовую часть. В первую очередь для прохождения военной службы будут призываться те, кто уже имеет опыт военных мер в творческих миссиях, а также те, кто служил и имеет военную квалификацию, заявил Сергей Апетюк. В первую очередь будут призываться мобилизационные ресурсы військовозабовязанных, которые уже проходили військовую службу в Збройных силах, которые имеют соответствующие військово-облюковые специальности, которые необходимы в определенных військовых частях. Военные успокаивают. Не все мужчины, призываемые в рамках мобилизации, будут принимать участие в АТО. Где будут служить бойцы, определяет генеральный штаб. Завдание вызначается генеральным штабом Украины в каждой військовой частини. Это не значит, что все люди, которые будут призваны по мобилизации, будут направлены в зону АТО, то есть в Донецкую или Луганскую область. Назвать же число мобилизированных военнослужащих участники пресс-конференции отказались, сославшись на военную тайну. Представители областного военкомата заявили, что ими не зафиксированы факты коррупции. Ни о какой так называемой отмазке от армии речи быть не может, заверили ответственные чины. Тем временем президент Украины Петр Порошенко во вторник в ходе совещания с руководителями силовых ведомств предложил отправлять в зону АТО самих военкомов. Глава государства призвал к решительной борьбе с фактами коррупции в ходе очередной волны мобилизации. Петр Порошенко также предложил вести практику, когда боевые офицеры, особенно из числа тех, кто получил ранение, будут назначаться на должности военкомов взамен действующих глав военкоматов, отправленных на фронт. Насколько это обещание будет выполнено, можно судить лишь со временем. Накануне и во время фактически развернувшейся в стране предвыборной кампании подобные предложения нам, вероятно, придется услышать не один раз.